А сейчас, мои дорогие, мои уважаемые и любимые участницы, я вам расскажу историю о Шелке и о Диком Шелке. Вообще всю историю Шелка я вам рассказывать не буду. Не буду рассказывать историю Великого Шелкового Пути, не буду рассказывать о том, что история вторжения монголов в Среднюю Азию это попытка контроля Великого Шелкового Пути. Я не буду вам рассказывать, что Шелк был все время связующей ниточкой между Востоком и Западом. Я не буду вам рассказывать, что великолепные, потрясающие, элегантные римские матроны были готовы на все, лишь бы их мужья и покровители подарили им шелковую рубаху. То есть плотную рубаху с застежками вот тут, длинную до пола, из китайского шелка. Знаете, почему римляне так любили рубахи из шелка? Оказывается, в шелковых рубахах их не кусали паразиты. Ну, то есть, если ты помас, одел шелковую рубаху, то внутрь паразиты не попадали. Надо сказать, что и комары тоже не прокусывают шелковые рубахи плотные и так далее. Вообще, у шелка очень много забавных историй. Вот вы, например, знаете, что гвардия Чингисхана носила шелковые рубахи. Знаете, почему? Стрела, когда пробивает доспех, она вращается в полете. Ну, так вот, если стрела пробивает доспех, и под доспехом, ну, какая-то льняная, там, рогожная, там, или еще какая-то рубаха, то стрела пробивала рубаху и втыкалась в тело. А вот если шелковая рубаха, то стрела вращалась, и она в шелке запутывалась. То есть она в тело попадала, но уже не так глубоко. Вы знаете, что японские самураи использовали специальные парашюты из шелка? Ну, такие вот, они выпускали такие капюшоны, которые мешали преследователям попадать им в спину, если, допустим, самураи, там, вынуждены были спасаться Дексом. Вообще, у шелка много замечательных историй, но в диком шелке мне нравится одно обстоятельство. Вот, когда получают натуральный шелк, то шелкопряды, которые находятся в коконах, они погибают. Почему? Потому что его обрабатывают паром жестким, как бы, этот шелк, и они там, ну, от жары умирают, вот эти вот шелкопрядники. А дикий шелк – это более экологичная версия шелка. Почему? Потому что вот шелкопряд в шоконе, в коконе жил, он вылетел уже на волю, как бы, дальше полетел бабочкой, едет свои дуболистные листья, как бы, вот. А вот эти коконы, которые остаются от дуболистного шелкопряда, их собирают, ну, выбрасывают какие-то там бракованные, то есть сортируют, выбраковывают, значит, и потом их растрепывают. Ну, то есть вот эти вот проволочки, как бы, шелковые, да, их вот так вот растрепывают, вымачивают, потом высушивают. И вот эту массу чешут такими железными щетками, такими. Ну, вот, знаете, как, типа, для замши вот у нас есть такие щетки с железными волосами, как бы, значит, вычесывают их вот так, потом волокна эти скручивают, потом ткут, и получается дикий шелк. В зависимости от того, что ест дуболистный шелкопряд, то есть от количества танина, содержащегося в листьях, натуральная окраска дикого шелка варьируется от нежно-молочной до такой горчично-медовой. Ну, вот смотрите, например, сейчас покажу вам. Вот натуральный окрас, видите? В шелке было много танина, вот. Вот тоже достаточно темный, посмотрите, дикий шелк, видите? Вот здесь волокна более грубые, то есть здесь немного другая обработка. Вот иногда он по внешнему виду даже напоминает мешковину. Впервые с диким шелком я столкнулась в Камбодже, когда увидела в местном музее брючки из такого мерцающего материала, вот прям взгляд притягивала, я спросила, что это, мне сказали, дикий шелк. И я купила брючки, но я хотела еще вещи из дикого шелка купить, а что-то их нигде не попадалось. И я на улице видела женщину в юбке из дикого шелка, я к ней подошла, сказала, I'm sorry, извините, пожалуйста, за бестактный вопрос, но скажите, где вы это купили? Женщина была англичанка, она засмеялась, говорит, вы знаете, я вас понимаю, но это я покупала в Камбодже, в Манампене, не здесь, как бы поэтому, к сожалению, ничем помочь не могу. Но ситуацию я исправила, потому что одна из разновидностей дикого шелка называется дюпион, то есть это двойные нити скручивают, делают это в Италии, хотя это все тот же дикий шелк с тем же названием, поэтому, конечно, я себе юбочку шикарную из дикого шелка сшила, роскошную как бы. Ну и теперь давайте поговорим о фасонах юбочек. Вообще железно, есть два фасона юбочек, которые идут каждой девочке, это юбка Гаде и юбка Асилуэта. Почему они идут? Ну потому что как бы оборка вне стянет, она создает вот такой объем. Это я вам уже говорила. Я вам хочу сказать еще что про дюпион и про дикий шелк. Ну я вам сказала про цвет, что вот цвет он натурально варьируется от светло-молочного до медового. Значит, обычно натуральный дикий шелк не широкий, он от 70 где-то 1 до 94 сантиметров. Вот так вот. У него плотная такая вот, ну прямо вот фактурная фактура, да. Относительно натурального шелка он относительно недорогой. Цена его в интернет-магазинах варьируется от 1800 до 2500 рублей за метр. Значит, эта ткань прочная, износостойкая, комфортная, очень гигроскопичная. Она способна впитывать до 35% собственного веса. Она не вызывает аллергии и достаточно хорошо драпируется. Очень любят дикий шелк создатели шторники. Вот они используют это в качестве штор. Но еще из дикого шелка делают детские слинги. Это вот такие вот переноски ребенка носить. Из дикого шелка делают кимоно для восточных единоборств. Не спрашивайте меня, из чего кимоно Путина, но из дикого шелка это совершенно точно. Из дикого шелка шьют юбки. Много делают нижнее белье. Кстати, вот я вам рекомендую шить, допустим, шьете себе на зиму льняную юбочку. Шите вниз две юбочки из дикого шелка в качестве подъемника. Вы себя будете прекрасно чувствовать. Тепло и комфортно. Вот прямо в этом наборе великолепно, значит. Что еще про дикий шелк? Ну, раньше дикий шелк был в России очень распространен. Чесуча, как бы. И все писатели, вот, конца 19 века, Бунин, Пришвин, Тургенев, Чехов, они все вот где-то в их произведениях упоминаются. Там на нем была чесучевая жилетка, как бы, да, там, на фершеле там был чесучевый жилет и так далее и тому подобное. То есть, очень много это считалось нормой, как бы. Почему носили вот разноченцы, как бы, правящие сословия, шили вещи домашние из дикого шелка, очень много шили мужские летние костюмы из дикого шелка. Чем он хорош? Ну, он пропускает воздух, как бы, да. Он, как бы, хорошо испаряет влагу, поддерживает оптимальную температуру тела, как бы, дикий шелк. Он впитывает, ну, вот, когда вы, допустим, куда-то идете, он вообще влаги до 10% собственного веса, в состоянии спокойно впитать, как бы. Вот. Если вы шелк уносите, шелковый лент в волосах, шелк усиливает, допустим, блеск волос, как бы. Белки аминокислоты, которые содержатся в диком шелке, они позволяют, ну, как бы, сохранять баланс полезных веществ в вашем организме на оптимальном уровне. Дикий шелк способствует также увлажнению кожи. Вот известно, что при дворе китайской императрицы все фрейлины были обязаны, обязаны вытирать лицо только шелковым полотенцем. Потому что считалось, что это единственный способ сохранять молодость и свежесть кожи. Ну, и еще не забывайте то, что они должны были спать на шелковой подушке. И заканчивая нашу беседу о диком шелке, я вам хочу еще сказать про аминокислоты. На самом деле, вот когда дуболистный шелкопряд ест свои дубовые листья, слюна дуболистного шелкопряда, я извиняюсь за подробности, содержит серицин. Причем двух типов, серицин L и серицин S. Это вещество, которое способствует выработке в нашем организме аминокислот, которые влияют на повышение работоспособности и снижение утомляемости. Поэтому, я полагаю, что чтобы вы были здоровы и счастливы, вам нужно как минимум сшить... Сейчас, одну секунду, ой, не достану. Как минимум, вам нужно сшить вот такого типа юбочку по крое ГД, да, из дикого шелка. Посмотрите, какая она роскошная. Здесь, правда, не очень удачное освещение, но тем не менее, смотрите, да. Вот, хорошо, конечно, сшить, возможно, дочери или внучки вот такую недлинную юбочку, а силуэта, посмотрите, какая скромочка, она чудесная, замечательная, как бы. Ну, если у вас вы или дочь, как бы, или где-то работаете в офисе, может быть, да, то тоже неплохо сшить вот такого типа юбочку, посмотрите. Это прямая юбка с отделкой внизу, как бы, лоскутной. Посмотрите, она очень стройнит за счет вот этих полосочек. В общем, я считаю, что юбка из дикого шелка – это юбка, которую должна иметь каждая девушка, потому что она в ней становится неотропимой. Итак, я закончила историю о диком шелке, и сейчас мы с вами поговорим, поговорим про японских лобок.